всем привет я сейчас лежу отдыхаю если что это плохое качество не в камере а в том что в спальне немного темновато и плохое качество получается вот так намного получше в общем для чего я вообще это снимаю видео для того что вам рассказать уже не раз о том что я буду стараться каждый день снимать хотя бы по одному или два видео в день их же в этот же день выкладку без всякого монтажа если будет там например трястись камеры или еще что то то простите я просто хочу выкладывать вовремя видео и теперь в каждом видео я решила что буду говорить число когда я это снимаю чтобы вы знали обычно люди когда снимают видео выкладку это например через неделю а то и через две всегда подписываю где-то вот здесь ну там в каком-нибудь другом уголочке число дня когда они это снимали вот мы завтра с моей лучшей подругой идем в кино вот так как у нас каникулы мне мама предложила сходить в кино вот пойдем мы если что это сейчас не реклама на новый фильм чебурашка вот он начнется не помню во сколько помню что в 12 с чем-то вот если можно будет я что-нибудь вам поснимаю а если даже нельзя будет я как-нибудь скрытым поснимаю главное чтобы людей сзади противных не было и все это кино недавно было новогоднее выступление там все снимали вот но кино если снимать то только без вспышки вот не знаю заблокирует ли это youtube вот но я потом просто поставлю что это не детский режим типа не детский это не знаю просто когда ставишь там например есть во влогах музыка ту которую youtube не разрешает или еще что-то ставишь на не детский контент то youtube как-то может это пропустить а если ничего не ставишь не детский не взрослый иногда бывают в таких случаях авторские права жалоба вот подают жалобу мне подавали жалобу и не больше трех раз точно вот не понимаю конечно из-за чего да одно видео там я не знала я еще не была тогда в курсе что нельзя песни в лог пускать вот потом я уже была научена и когда мне прислали что пришла жалоба я чуть ли не плакал слез потому что боялась что меня заблокируют вот хочу рассказать про телеграм-канал вчера значит ссылочку в описании под влогом оставила вот и за ночь на меня подписались три человека потому что многие когда вот даже хочу объяснить отойду вообще от темы в общем когда я выкладываю в логе в двух частях в одной то есть у второй части набирается больше просмотров чем в первой поэтому мне не нравится мне легче отмонтировать или одной частью снять вот как так вот оставил значит ссылку на телеграм-канал вот и подписали за ночь три человека вот думаю надо оставлять теперь под каждом видео и под этим видео тоже будет ссылочка на телеграм-канал в описании кто еще не знает кто новичок на моем канале на телеграм-канале я снимаю своих животных и выкладываю там у меня выходит не считаю сколько но не так мало всяких кружочков фотографии и всего такого до выходит больше чем на youtube поэтому кто хочет следить за жизнью моих животных иногда там есть еще что-то про меня несмотря на то что это жизнь моих животных то есть телеграм-канал это жизнь моих животных туда выкладываю все что происходит у моих животных каждый день вот несмотря на этом я еще могу то что-то рассказывать про себя но не так часто как про животных а про животных я туда выкладываю просто все, например, улиточка ползет по стенке, я там что-то как-нибудь с красивого ракурса фотографирую, как-нибудь прикольно подписываю и выкладываю сразу же, например, 5, в общем, 10 просмотров за полчаса 100% будет. У меня там 22 подписчика, помню, когда было только 3 подписчика, я еще на тот момент не понимала, как оставлять на эту группу ссылку, а сейчас я просто под каждым видео решила эту ссылку оставлять, но в некоторых влогах я забываю про эту ссылку и про нее не говорю, вот, но если я про эту ссылку скажу вначале, то я про нее, естественно, не забуду, могу вообще забывать и в начале, и в конце, и в середине, я всегда могу про нее забывать, вот, но даже если я не сказала во влоге про ссылочку, то обязательно зайдите в описание и там 100% будет ссылка, потому что во влоге я могу про это забыть, но ссылку я всегда буду теперь оставлять автоматически. Премьеры я решила пока что не выставлять, вот, хотя с премьерами мне легче, я знаю в какое время выйдет влог, у вас приходит оповещание, если вы нажимали на колокольчик, чтобы не пропустить мое каждое видео, то у вас будет приходить оповещание на каждое видео, вот, и мне так легче самой, например, сейчас я это видео снимаю и там через часа два или там даже больше, может быть и меньше, выставляю эту премьеру, поэтому кто нажимает на колокольчик, а также на меня подписан, тем приходит оповещание всегда. Чтобы вам такого еще рассказать, сегодня хотела снять вам влог и сразу же его выложить в мое утро, но у меня моментально вот так щелчком пальцем пропал вай-фай, и просто у меня уже ушло все настроение, потому что один раз нам перегрыз барсик, возможно, это была и Маня, но большие подозрения на барсика, это было где-то месяца два, наверное, назад, может быть, даже поменьше, да, наверное, поменьше где-то, вот, и он нам перегрыз провод от вай-фая, который проходит через мой подоконник, потому что моя комната это та, где больше всего проводов, чем в остальных спальнях, то есть моя спальня идет самая первая, как раз-таки сейчас в своей спальне и сижу, кто меня смотрит давно, знает, что это моя спальня, вот, и как раз-таки через эту спальню проходят все провода в каждую комнату, здесь у меня в спальне провода и от камеры на доме, на дому у нас висит камера, и вай-фай, и мой телевизор, дальше идет провод на телевизор на кухню, от телевизора идет в спальню, и спальня идет в зал, и вот так вот это просто все вокруг-вокруг, это я еще не сказала про ванную, там тоже есть провода, вот, и тот самый провод, который всегда привлекает наших котов, это Маню и Барсиком, это провод от камеры, ну, можно сказать, от Wi-Fi, и он один раз его перегрыз, и у нас Wi-Fi отключился, мы звоним в Ростелеком, так как Wi-Fi Ростелеком, говорим, они нам говорят, это вам перегрыз код, мы даже не сказали, что у нас есть код или там нет, они не спросили, они говорят, это вам перегрыз код, потому что 100% у них были же такие случаи. Вот, и в общем, они нам сказали, потом на следующий день поздно-поздно вечером приехали мастера, и за 500 рублей нам провели провод. Поэтому, кто заводит себе щенка, котенка, ну и даже не только котенка, ну и там шиншиллы, морские свинки, кто там их вот отпускает по комнате, держитесь подальше их от всяких проводов, и чем-нибудь их закрывайте, в какие-нибудь укромные местечки. Поэтому после этого мы обмотали все провода в какой-то шланг, его разлезали, туда положили все провода. Это очень удобно, и теперь мы не переживаем, что коты это все перегрызут. Поэтому не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, сегодня у меня хорошее настроение, и завтра я вам обещаю, что сниму, когда пойду в кинотеатр с лучшей подругой. Вот. Ну, что скрывать? Лучшая подруга это Саша, естественно, и с ней я ездила на море, поэтому посмотрите, промотайте мой канал и посмотрите, там мы с ней были влоги на море. Вот. В общем, вот так. А когда мы с Сашей были на море, я купила себе вот этого котенка, Барсику на память, да и себе. Он, кстати, уже порвался, его Барсик порвал, потому что активно с ним играет. Вот. И там, где я показала море, и я этого котенка показала. А Саша покупала себе акулу, и акулу у него до сих пор на месте. Вот. Вам я хочу сказать всем пока. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал по ссылочке в описании. Ну, а сейчас я пойду выпущу вам премьеру. Всем пока.